Чем ближе 1 сентября, тем громче споры в родительских чатах. Что дарить учителям? Вопрос актуальный, и цветы всегда в приоритете. Вот только в последние годы на школьных линейках букетов становится все меньше. Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Идею потратить деньги, отложенные на букеты, на благое дело многие поддерживают. Школы подключаются к такого рода акциям одна за одной. И родители одобряют такое решение. Я считаю, это тоже почему бы и нет. Новое веяние всегда приветствуется. Но зато будет букет полноценных, красивых. Если это розы, то тоже, я думаю, каждая женщина любит розы. И красивый большой букет из 25 штук. Я думаю, ей тоже будет приятно. Я тоже к этому положительно отношусь. Потому что сейчас как бы не очень большой достаток у нас. В Алтайском крае все-таки прозырочный у него низкий. Я считаю, что это правильно. Что вот так вот и общий букет. В преддверии праздника за букет из цветочного магазина придется отдать около 2000 рублей. Поэтому многие делают выбор в пользу цветов со своего участка, считая, что это не менее душевный подарок. Любые букеты, и гладиолусы, и хоризонтемы очень красивые, и розы можно, любые букеты можно дарить. По одному цветочку с каждого ребенка, чтобы в большой букет собрать, а остальные средства на благотворение? Нет, лучше пусть кто что хочет. Может, например, я розы хочу, а другой хочет другие цветы. Все же разные хотят. Зачем одно и то же дарить? Кстати сказать, традиция дарить цветы на 1 сентября зародилась в послевоенные годы и закрепилась на года. Времена меняются. Сейчас у родителей в приоритете разумное потребление, экологичность и благотворительность. Но все же для многих День знаний без пышного букета, как Новый год без елки. Вообще, конечно, традиции – это здорово. И сохранять их, наверное, надо. К тому же они очень добрые, красивые, радостные. Кристина Чернова, Илья Питков. Будни.